МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие союзники! Это программа «Честное мнение». Мы работаем в прямом эфире в студии Тимофей Обухов. И Светлана Ладина. Нашу первую после долгого перерыва встречу предлагаем, вот как в школе бывает, посвятить самым ярким впечатлениям летнего времени. Возможно, вы были в отпуске. Возможно, в паломничестве, командировке, походе. Может быть, совершали садово-огородные подвиги. Вот поделитесь, пожалуйста, самыми яркими впечатлениями, вашими какими-то нечаянными радостями. Мы ждем ваше «Честное мнение». Звоните нам по телефону 379-65-70. Пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз в разделе «Честное мнение». И можно сопровождать ваши рассказы фотографиями. Если таковые имеются. Как всегда, очень ждем наших телезрителей для того, чтобы поучаствовать и послушать в этом разговоре. Из Греции. Вам большой-большой привет. Светлана, тебе и нашим зрителям. 17 дней удалось побывать на Пелопонессе, самый юг этого полуострова. Потом отправиться на север, побывать на границе с Болгарией и Турцией. Ты очень много интересного материала отснял. Слава Богу. И надеюсь, что в скором времени все увидим. Там много интереснейших рассказов, историй, каких-то живых свидетелей, которые делились тем, что они знают о тех местах, в которых мне удалось побывать. С другой стороны, видел, что ты в это же примерно время отправилась в Кисловодск. Ну, я-то отправилась в отпуск, а ты-то в командировку. Однако, я так понимаю, что опять по приглашению патриарха Александрийского и всей Африки Феодора. Спасибо его блаженству за такую возможность нам опять прикоснуться к... Как ты сказал, в каждом камне история? В каждом камне история, да. Потрясающе. Вот все мы надеемся увидеть в эфире. Ну, да, я была в отпуске, но выяснилось, что и в отпуске можно удивляться и передавать это удивление потом нашим зрителям. Мы были семьей в городе Кисловодске, и там я ожидала встретить людей, с которыми была знакома заочно по работе над проектом «Духовные внуки святителя Луки». Дело в том, что в город Кисловодск приезжал часто и надолго священник Борис Кирьянов. Борис Никитич, ветеран Великой Отечественной войны, в 1946 году был сотрудником Крымского облсполкома, и там он повстречал архиепископа крымского Луку Война Есенецкого и стал его духовным чадом. И по рекомендации святителя он поступил в Московскую духовную семинарию, где учился вместе с будущим патриархом Алексеем II, вместе с будущим старцем Василием Ермаковым. Сам же Борис Никитич во время хрущевских гонений отсидел в лагерях по 58-й статье. Святитель Лука все это время не прекращал связь с ним и поддерживал его семью. Ему самому писал письма, и вот так был его духовным руководителем. Но когда отец Борис вышел из лагерей, здоровья у него после тяжелейших ранений на фронте и вот тех условий, которые были предусмотрены лагерной жизнью, уже практически не осталось, и врачи давали ему полгода жизни. А на самом деле священник Борис Кирьянов отошел ко Господу только 11 сентября 2006 года. И вот в Кисловодске, куда он приезжал, спасаясь от тяжелейших приступов бронхиальной астмы и других проблем со здоровьем, вокруг него собрался целый кружок замечательных врачей, литераторов, художников и простых людей. И сейчас вот эти духовные внуки святителя Луки основали фонд имени святителя Луки Война-Ясенецкого. Точнее, пять лет назад это было. Они сейчас достраивают храм святителя Луки и клинику, где люди будут получать медицинскую и духовную помощь в соответствии с теми заветами, которые передавал своему духовному чаду отцу Борису святитель Лука Война-Ясенецкий. Ну, чуть подробнее расскажу еще, после того, как примем звонок. Книг с собой привезла. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте, зовут меня Надежда. Я из города Москвы. В этом году, мне как раз день рождения, и на свой день рождения, 18 июля, я побывала у вас в Екатеринбурге. И прошлась крестным ходом. И, знаете, вот буквально в последний день уже, 18 вечером вылетала, и мне удалось побывать еще в старо-пышмунском районе. Я, может быть, неправильно его называю, но... Правильно, правильно. Правильно, да. И, вы знаете, а вчера позвучила еще один подарок. Оказывается, вчера был день памяти священномученика Ивана Диакона. Мне где-то вторая просто радость была, незабываемая. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Надежда. А вы крестным ходом шли царским, который от храма на крови до Ганиной Ямы, или волопаевский, который идет? Нет, я была... Вот как раз ранним мы были от станции Шарташ, до храма на крови. И, естественно, молебен, вечерняя, ночная, и ночным шли до Ганиной Ямы. Надежда, у меня один вопрос. Вот как вам вообще впечатление от Уральской земли, от вот этого торжества, от организации? Вот расскажите немножко. Вы знаете, впечатление, конечно, вот я вам передать просто не могу. Наверное, знаете, вот я целый год ждала в общем-то этой поездки. Возраст у меня такой же, скажите, не сиготал. И поэтому думаю, смогу, не смогу. Вот мечтала. Мечтала. И большое вам за все спасибо. Я даже передать не могу-то. Я просто счастлива. От всех встреч. Во-первых, смотрите, столько хороших людей встретила. Вот рядом со мной, как раз с дневным, когда мы шли от станции Шарташ, познакомились с священником, который приехал из Западной Украины, у которого отобрали храм, и который сейчас собирается строить храм у себя прямо на участке в огорозе. Ну, к этому ходу мы шли. Вот столько добрых людей, столько вот, не знаю, такая теплота, такая любовь. Слава Богу, за все. Слава Богу. Спасибо вам большое. Вот, кстати, о наших друзьях в Украине. Из Житомирской области, из села Яцковичи, Реутов Юрий Анатольевич прислал нам пожертвование. Вот сейчас покажу. Видите? 200 гривен. Спасибо вам большое, Юрий Анатольевич. Деньги дошли, и мы передаем их в копилку телеканала. Хотя, что такое копилка при таких долгах, да? Но спасибо вам огромное. Человек вот нашел, смотрите, сколько марок, человек нашел способ поддержать, видимо, любимый им канал. Спасибо, примите от нас взаимную любовь. Так вот. Возвращаясь к Кисловодску. Кисловодск. Город Кисловодск стал для меня открытием, потому что удивительным образом он сочетает в себе чистейшую природу, не загрязненную, не изуродованную, но в то же время обихоженную, видимо, очень полезную для здоровья и просто для, наверное, для воспитания, наверное, полезно жить в таких местах. Кстати, там сохранилось очень много старинных домов, и в то же время это цивилизация, и в то же время это высокая культура. Вот как он был аристократическим курортом, так, в общем-то, и остался, и аристократический он в лучшем смысле этого слова. Одна из духовных чад священника Бориса Кирьянова, царствий небесный, о котором я только что говорила. Вот Валентина Петровна Интосими, она основательница и руководитель театра-музея «Благодать», который действует в Кисловодске. Вот, друзья мои, все, кто там будет, все, кто туда собирается, запланируйте себе, пожалуйста, посещение этого театра-музея. Не знаю, купите ли вы билеты, потому что там аншлаг, но оно того стоит. Это потрясающая исследовательская работа. Это актерская труппа, которая, как мне сказал один московский режиссер-документалист. Вот если с московскими театрами сравнивать, вот «Табакерка», потом «Благодать», а потом уже все камерные московские театры. Это действительно так. И истории, с которыми мне довелось с удивлением познакомиться на материалах, которые открыты вот этим театром-музеем. Вот, например, кто знал, что Сикорский гений воздухоплавания был еще и богословом, а там опубликованы его богословские труды. А давай полистай, пожалуйста, нашим зрителям, пока ты рассказывай. Дальше. Есть потрясающий цикл «Русские женщины-героини Франции». Вот только одну историю расскажу, и то очень коротко. Был такой царский генерал Константин Хагандоков. Он в так называемой дикой дивизии командовал одной из, если не ошибаюсь, бригад. Во время Первой мировой войны одна из его дочерей, Эльмисхан, была сестрой Милосердия. А после Гражданской войны семья эмигрировала сначала в Харбин, потом в Париж. И вот в Париже, в Париже вообще оказалось очень много аристократок. И Коко Шанель, знаменитая Коко Шанель, оценила этих женщин достойнейших, красивейших. И многие русские аристократки были манекенщицами у Коко Шанель. А Эльмисхан Хагандокова была просто кавказской звездой. Сейчас я вам покажу эту красивейшую женщину. Выйдя замуж за графа Делюара, она стала графиней Делюар. Но вот начинается... Да, простите, вот я нашла. Вот, посмотрите, пожалуйста. Какая грация, какое достоинство. Ну вот начинается Вторая мировая война. И графиня Ирен Делюар на свои средства организует передвижной лазарет, который зачастую оказывается на боевых позициях впереди действующей армии. Потому что ведь их же надо будет спасать, их же надо будет лечить. И вот сейчас я вам покажу бригадного генерала Эльмисхан Хагандокова Ирен Делюар, награжденную всеми мыслимыми наградами Францию, героиню французского сопротивления, которую награждал лично генерал Шарль Деголь. Посмотрите, какое достоинство, какая грация. И вот это русские женщины. И это только одна небольшая история, и то далеко не полностью, которую я с удивлением открыла для себя в Театре-музее благодать. Так что вот, друзья, очень рекомендую. Я искренне потрясена. Какие-то еще впечатления? А, наверное, давай успеем прочитать то, что наши зрители написали. А наш режиссер покажет фотографии присланные. Анастасия Меркушина пишет. Летом, наконец, посетила Пермский Успенский женский монастырь. В более далеких бывало, а в самом центре города впервые. Возле него Елизаветинская больница и недавно открытый памятник святой преподобно-моченице Великой княгине Елизавете Федоровне. Анастасия, спасибо вам большое. Анна Хорина приехала с детьми в гости. К родственникам выяснилось, что недалеко родники, освященные в честь Федоровской иконы и святитель Николай решила, что нужно сходить хотя бы умыться и детям показать. Но пока там были, набралась смелости и в последний момент перед уходом окунулась. Правда, только на одном источнике. Такую вот нечаянную радость Господь даровал. Матушка Ксения Кабанова пишет. Наш отпуск разделился, развалился на две половинки. Погода сначала сильно искушала. Ну а как иначе? Июнь, отпуск плюс четыре. Поэтому мы решили рвануть туда, где теплее, посетили Кунгурскую пещеру, где круглый год плюс пять. Это было здорово. Тем более, что совпало все с всплеском геологических интересов сына. А вторая половинка прошла в Турции. И я так рада, что это было именно море, волейбол, подводная охота за рыбами и монетками, кои суеверные туристы для нашей радости каждый день море забрасывали. Слава Богу, и низкий поклон прихожанам, которые нас отпустили в это путешествие реабилитацию. Мы вновь увидели турецких официантов, которые без человекоугодия нам служили, делая наш отдых удобнее. Посмотрите, какое чистое восприятие. Хотелось их благодарить и благодарить за такой пример труда, без претензий, без презрения к русским туристам. Когда с ближайшего минарета начинался призыв к намазу, пишет матушка Ксения, то мы в сердце тоже начинали молиться истинному Богу и благодарить, что Он у нас есть. А иначе наша жизнь среди южных пальм или уральских пыльевых лопухов была бы бессмысленной. А на обратном пути из самолетного глянцевого журнала на нас выглянула Светлана Львовна. Реклама Союза с девизом «Свет Христов да просветит всех». Это было тоже приятно. Понятно, матушка Ксения летала уральскими авиалиниями. Это не на правах рекламы, но просто в журнале уральских авиалиний каждый месяц в новом выпуске можно встретить новую версию рекламы телеканала «Союз», которую, я так понимаю, вам сейчас как раз и показывает наш режиссер. Светлана Азарнина написала, а я в отпуск не была, перешла на другое место работы и здесь у нас во внутреннем дворике часовня, а я про нее и не знала. Вот такая вот тоже нечаянная радость. Спасибо вам, дорогие друзья, за участие в этом разговоре. Очень надеемся, что было и интересно, и даже, может быть, полезно. Тимофей Обухов. Светлана Ладина. Программа «Честное мнение». Даст Бог, увидимся. Отдохнувшие и загоревшие.